Масштабное торговое противостояние все-таки разворачивается между США и ближайшими союзниками и соседями, Евросоюзом, Канадой и Мексикой. Дональд Трамп не отказался от идеи вести пошлины на заграничную сталь и алюминий. Считает, что так он защитит американскую промышленность. Важная деталь. Ощутить выгоду от таких мер должны как раз те американцы, которые принесли Трампу победу на выборах. То есть жители так называемого ржавого пояса США. Штатов, в которых сосредоточена американская металлургия. О введении пошлин было объявлено еще в марте. До последнего и в Европе, и в других странах надеялись, что окончательное решение принято не будет. Но вот теперь все-таки на сталь в Америке пошлина плюс 25 процентов, на алюминий плюс 10. Впрочем, если в краткосрочной перспективе американцы действительно могут получить дополнительную прибыль, в будущем европейцы и канадцы обещают отыграться. Новые пошлины союзники США называют оскорбительными. Раскритиковали их и в МВФ, и Европа, и Канада готовят ответные меры на американские товары. От одежды до мотоциклов. Главный комментарий на сегодня я цитирую главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Это черный день для мировой торговли. Эти тарифы абсолютно неприемлемы. Американская администрация приняла решение, которое повлечет за собой, к большому сожалению, введение ответных мер с нашей стороны. Было бы гораздо лучше, если бы мы продолжали тесное сотрудничество, осознавая, что нет в мире двух других таких государств, экономики которых настолько взаимосвязаны и взаимовыгодны, как Канада и Соединенные Штаты. Европейский Союз не находится в состоянии войны с кем-либо. ЕС это мирный проект, в том числе в сфере торговли. Мы верим в глобальную, свободную, справедливую торговлю и будем продолжать это делать. Однако Европейский Союз должен защищать свои интересы. Наши ответные меры будут соразмерными, разумными и полностью соответствовать нормам ВТО.